Комбинация с креоном партер и техникой Отличная техника катагурума Катагурума, как он работает, это очень важно Левой рукой я захватываю под подмышку за ней И мне нужно убедиться, что его рука захвачена под моей То есть я ее сжимаю Если вы заберете этот захват, вам не нужен тайминг Вам ничего не нужно, вы в любом случае сделаете Другие захваты вам нужен тайминг Для этого ничего не нужно, вы просто делаете технику и она у вас получится Очень важно, что когда на мельницу заходите, должен быть один кружок в один кружок заход Я делаю так Я не делаю, да, я не падаю, сначала на одно колено, а потом захожу на мельницу Я захожу сразу Я делаю один кружок Да, я делал один кружок И сижу на своих пятнах Я делаю один кружок И сижу на своих пятнах Захватываю его левую ногу под бедро Захватываю его левую ногу под бедро Поднимаюсь Когда я поднимаюсь, моя рука опускается вниз к его стопе Когда я впервые бросаю по 45 градусов Да, и когда я его бросаю по 45 градусов, я сразу закрываю ахил Всегда одна и та же техника Всегда одна и та же техника И сразу закрываю И сразу закрываю Единственное, что здесь меняется, мне нужно немного подойти к нему прямо, чтобы правильно закрыть Потому что если я закрою сразу, нога закроется немного сбоку и будет тяжелее доделать И дальше все тоже самое Да, и дальше все тоже самое Хорошо Друзья, одна вещь очень важная Когда я поднимаюсь Мои ноги не такие Да, когда... Вот так Ноги, стопы не активны Они не на тотаме Они стоят в области Я не такие Я не такие Не на тотаме И здесь вот, я от себя скажу Здесь важно соблюдать Вот он, вы слышите звук, когда он падает Он таким образом страхуется всей стопой Чтобы не отбить себе ни колени, ни ноги Он страхуется Звук такой громкий получается Понимаем Мы хотим увидеть много бросков И услышать много стонов И так И так И так И так Я не могу И так Устилем